Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». И скажу сразу, не каждый телеведущий удается побывать в святая святых настоящего мужчины. В гараже, где, собственно, все вот это мы имеем честь видеть. А нашего героя в Рязани знают под именем Рамирес. Константин Тимошин всегда отличался своим достаточно брутальным стилем. Камуфляжи, берцы, военные куртки. Еще до армии он понял, обыкновенная одежда его образа жизни просто не выдержит. А некоторое время назад всерьез задумался, а не вспомнить ли о давней мечте. Недаром же с детства тянуло к оружию. Самое первое, что стрелял, это в детстве делали из прищепок устройство, которое стреляло спичками. Это уже далеко не спички. Винтовки, пулеметы, гранаты. Встретишь такого в неурочный час, об игре подумаешь в последнюю очередь. Сейчас это идет четкое правило, то, что люди все привода свои носят в закрытом виде, то есть в каких-то чехлах, баулах, сумках. Собственно, это вот разгрузка. Ременоклечевая система с навешанными подсумками типа молли. Их тоже на себе не принято носить. Их тоже в какую-то сумку, чтобы просто банально не пугать людей. Год назад наш герой организовал целую команду по стральболу «Булат». Окончательно сменил имя на псевдоним Рамирес и стремительно ведет своих ребят к победам. Да, и телец, рожденный в год быка, и обязан быть упертым. Похоже, теперь любое значимое событие в жизни Рамиреса не обходится без оружия. Идея оказалась настолько любопытной, что ее поддержала и женская половина семейства. Маме нравится, что сын на свежем воздухе, опять же, спортивно. А молодая супруга и вовсе время от времени путешествует по эпохам. Для своей свадьбы пришлось одолжить Томпсон. А куда же без него чикагским гангстерам 30-х годов? Вот это вот, собственно, мой привод, пулемет американский, укороченная десантная версия. Но даже с учетом того, что она укороченная, она весит 6,5 килограмм, плюс коллиматорный прицел, где-то порядка 300 грамм, плюс аккумуляторы, плюс шары, которыми мы стреляем туда залазить, почти килограмм шаров. В общем, достаточно увесистая такая штука получается. Внешнее сходство страйкбольных приводов с реальным огнестрельным оружием открыло широкое поле для организации сражений по мотивам компьютерных игр, кинофильмов, книг и прочего. Команда «Булат» не занимается реконструкцией или моделированием. Как говорит Рамирес, это законопослушное хобби, позволяющее снять стресс. Кто-то потренироваться, кто-то вспомнить, может быть, старое развлечься. Есть менеджеры, которые всю неделю сидят у себя в офисе, клацают по компьютерным клавиатурам, сюда приходят отрываться. Увлечение некоммерческое, и любая такая игрушка, независимо от серьезности, за свой счет. Калашников, собственно, все как обычно. Здесь уже никакого баллона нет, пульки заряжаются. Сюда вот. Вставляется рожок, переключение автоматически одиночный, предохранитель. Подствольный гранатомет. Заряжается гранатка маленькая, дальнего инициирования, которая вылетает, разрывается и, опять же, разбрасывает шарики. Парафиновая граната, чем-то напоминающая Ф-1. То есть, как у боевого образца, разгибаешь усики, выдергиваешь предохранительное кольцо. Как только отвалилась предохранительная скоба, пошел гореть фитилетчик. Она взрывается, разбрасывая вот эти вот парафиновые насечки. И эта граната под американскую сделана. Снайперская винтовка Драгунова. Соответственно, такой же, точно такой же магазин. Здесь, соответственно, два положения, либо предохранитель, либо одиночка. Это все в дереве. Прицел. Этот уже с оптикой, ну, это уже оптика, то есть с приближением. Кажется, оружие – это тема, которая никогда не станет исчерпывающей для Рамиреса. Кстати, его дедушка – демобилизованный из Северного флота авиационный офицер. Это он подарил пятилетнему Косте первое холодное оружие. С такими корнями, наверное, трудно было выбрать что-то другое. Опять-таки, тот же самый коллиматорный прицел. Короб с электроподачей. Сюда входит почти килограмм шаров, я уже говорил. Где-то в районе двух с половиной тысяч шаров входит. Специальные батареечки, чтобы он автоматически подавал на звук. То есть начинаешь стрелять, он начинает крутить. Такого плана аккумуляторы, либо такого, либо большие кирпичи стоят. Во всем, кроме газового. Если это только часть запасников для игры, представьте, сколько курьезов время от времени переживают страйкболисты. Крепкие ребята на внедорожниках с кучей оружия в багажнике. Сотрудники нас один раз останавливали. Мы ехали с утра в субботу. Они нас остановили, причем в глухом очень месте. И там непонятно было, кто больше испугался. Однажды у приятеля была свадьба. На выкупе понадобился прототип боевого пистолета. Пострелять по шарикам. Выполнив задание, Константин привычным движением руки заткнул пистолет за пояс и отправился за стол. Стало жарко. После чего в конце вечера охрана, два человека подходят к отцу, собственно, жениха. И говорят, вы понимаете, нам вот очень неудобно, но дайте нам, пожалуйста, две бутылки коньяка. Тут такой, я, говорит, конечно, дам, но меня интересует, а с какой стати? Вот ребята рассказывают следующую историю. Говорит, у вас вылазит с вашей свадьбы какой-то нерусский. С пистолетом за спиной, за поясом. За ним еще один приблизительно такой же, и один в славянской внешности. С криком «Командир, подожди!». Мы, говорит, думали, свадьба тематическая, сейчас они очень популярны. В зал, говорит, заглянули, а тематики-то никакой нету. В общем, так и просидели, говорит, три часа под вашими дверями, сождали, что случится. Что касается именно страйкбола, то при соблюдении техники безопасности ничего страшного не случится. Тяжелое обмундирование рассчитано на труднопроходимые условия, необходимо сесть или лечь без вреда для здоровья. Рюкзачок под поилочку, под систему каммлбэк, чтобы не бегать за флягой. Соответственно, гарнитурка от рации, карман под рацию, карман под гранаты. Сухарная сумочка. В быстром доступе красная тряпка. Это символ того, что в тебя либо попали, либо у тебя какие-то проблемы, ты вышел из игры и идешь их решать. Прототип нашей современной каски, по-моему, из комплекта «Пермячка» 6Б28, десантный вариант с ушками. Настоящая гордость страйкболистов – хитрый ремешок. Если раньше им приходилось заимствовать что-то у военных, то теперь военные с удовольствием используют полезную разработку. Обычно ремни либо одна, либо двух, либо трех точки. Этот ремень может переделываться и в одна, и в два, и в три точки крепления. А теперь, что называется сюрприз. Кто сказал, что страйкболисты – суровые ребята с навязчивой идеей пострелять? Это ведь тоже Константин Тимошин. А что, умение танцевать в наши дни тоже кого хочешь обезоружит? Изначально я вообще занимался музыкой, и на танцы меня, собственно, привела дочь моей преподавательницы по аккордеону. Она как раз искала партнера, потому что в бальных танцах с партнерами всегда было тяжело. Она себя искала партнера, привела меня. Мы с ней некоторое время танцевали в паре, потом я ушел к другому преподавателю. Я девятый класс закончил, у меня было всего две четверки, остальные были пятерки. Потом, правда, появились компьютеры, и как-то учеба не пошла. Для мамы он всегда был главным мужчиной в доме. Может, эта ответственность отчасти сыграла роль в выборе таких разных увлечений? Матушка, она всегда старалась сделать для меня все, чтобы у меня все было. Лучше, если не самое лучшее, то как минимум не хуже, чем у других. Сегодня Константин Тимошин, он же Рамирес, стремится дать лучшее своей молодой семье, чтобы хватало времени и средств и на бизнес, и на хобби. Страйкбол – это удивительное поле боя. С него не только возвращаются живыми, но и с кучей позитива и адреналина. Субтитры создавал DimaTorzok